В эти заранки хочешь ты смотришь галерею красоты меня зовут Наталья мне 33 года и я заедаю стресс чуть больше года назад у меня случился выкидыш это меня очень сильно подкосило эта ситуация была очень большим шоком в первую очередь для нее поскольку это происходило с ее организмом я изолировала себя вообще от всех людей я старалась ходить где-то одна вдалеке или со своими детьми как бы они меня успокаивали утешали не знаю моя была позиция не вмешиваться я стараюсь вообще негативные моменты максимально жизни как-то вычеркивать в зеркале только видела тусклые глаза и совершенно серую безжизненную женщину ей необходимо достаточно большой период времени чтобы какой-то вопрос переварить особенно если негативный так я провела с апреля до октября весь этот промежуток времени я находилась дома с детьми в таком совершенно бесформенном платье и в какой-то момент когда уже начали готовиться к школе понятно что на 1 сентября надо было пойти в надлежащем виде когда начала мерить одежду прямо что я не просто поправилась я просто сверх поправилась любое событие она несет в себе какой-то опыт дальше от нас зависит что мы с этим опытом будем делать я поняла что я не вложу него что в принципе и я поняла что ну надо возвращать себя в какое-то русло такое более активное что-то надо делать сейчас я вешу 83 килограмма 500 грамм когда я особо нервничаю я начинаю что-то жевать кто-то нервничает и грызет ногти а кто-то нервничает и грызет курочку хвостики копчики куриные поковыряться поколупаться не знаю и это меня отвлекало от каких-то насущных проблем от мыслей когда стресс тогда и есть неважно ночь утро день прежняя я я себе очень нравилось потому что я очень активная жизнерадостная такая вот вся горящая изнутри зажигалочка мне казалось что у меня вот горели глаза сейчас я такого не вижу себя зажигалочка и она и осталась она себя просто сдерживает я чувствую себя совершенно неуверенно везде мне кажется что на меня смотрят и дыгают пальцем и мне некомфортно находиться и где-то в магазине я молчу про пляжи или какие-то открытые территории где нужно раздеться даже с мужем я стесняюсь мне некомфортно на ее неуверенность больше влияет ее вес национальное состояние вторично ну мне конечно хотелось бы вернуться к тому состоянию где я активная радостная и мне хочется жить сейчас я такого не ощущаю наташа замкнулась в себе и первое что мне хочется сделать это встряхнуть ее сейчас у девушки заканчивается рабочий день и я надеюсь встретить ее на выходе из офиса наташ привет меня зовут мария романова и ты новая участница проекта галерея красоты я сразу опешила пойдем у меня для тебя есть первое задание когда мы сели в машину маша предложила мне одеть маску чтобы я не знала куда мы едем иди прямо 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 и снимай повязку я знаю что ты боишься пауков но сегодня мы с тобой должны преодолеть этот страх для того чтобы ты поняла что ты можешь преодолеть все что угодно в своей жизни не был страх жуткий страх наташа твоя задача сегодня взять одного из них в руку я думаю все я убегаю я ухожу так ну вы подходите подходите он не летает он не летает максимум что он пробежится 30 сантиметров все трындец я попала что со мной будет вдохни все будет хорошо вытягивай руку давай из-за трагедии которая произошла в жизни наташи она постоянно находится в этом состоянии горе ей нужно переключить внимание и понять что пора жить дальше подожди все будет хорошо вдохни вдохни выдыхай выдыхай все будет хорошо очень хотелось плакать безумно просто у меня эти щупальца эти вот мохнатые лапки это очень неприятно ты справишься я в тебе верю давай ты сможешь если ты сможешь это ты сможешь все что угодно ты понимаешь давай 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 ну я понимаю что никто мне не поможет мне надо это пережить ниже ниже руку над столом да так все нормально все хорошо просто держи просто держи видишь тело меня не слушалось мне казалось я Я сейчас западу в обморок. Все хорошо. Ты большая молодец. Видишь? Смотри своему страху в глаза. Страшнее было взять, да? Чем держать сейчас. У меня сейчас страх, что он сейчас поползет по мне дальше. Тихо. Все хорошо. Когда его лапка коснулась моей кожи, все, у меня просто все сжалось. Как будто меня все этими щупальцами обвили. Евгений, помогите нам, пожалуйста. Все, тихо, не волнуйтесь. Давай, давай, давай. Видишь, все, 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 тебя спасли. И в этот момент, конечно, мне стало легче. Как? Не знаю. Это очень страшно. Это большой шаг для меня оказался, потому что даже когда я с детьми где-то была в таких похожих местах, то я даже не подходила к террариумам. То есть я где-то издалека фотографировала детей, которые просто смотрели. То есть мне даже было страшно посмотреть. Все-таки я свой страх поборола. Ты молодец, первый этап пройден. С завтрашнего дня тебя ждет второй этап и работа над твоим весом вместе с консультантом по питанию Гербалайф Нутришн. Для этого тебе понадобятся две вещи. Планшет или ноутбук, а также то, что находится в этой коробке. Откроешь завтра. Впереди Наташа ждет три месяца работы над собой, за которые она должна будет похудеть, побороть свои комплексы и открыть себя заново. Сегодня был обычный день. Я работала на удаленке. И тут мне кто-то звонит. Наташа, приветствую. Буранбай из Алматы. Консультант по питанию компании Гербалайф Нутришн. Рад тебя видеть. Когда узнала, что он из Казахстана, как-то очень впечатлилась. Класс, привет. Не ожидала. Так вот начали свое знакомство по Зуму с консультантом. Скажи, пожалуйста, какой у тебя вес и рост? Мне не хочется об этом разговаривать. Мой рост 160 сантиметров. Вес у меня 83 килограмма 500 грамм. Ну, как-то неуютно. Ну, получается, нам с тобой примерно нужно снизить 25 килограммов. Я считаю, что он меня еще пожалел, потому что, сказав 25 килограмм, он реально пожалел меня. Потому что, я думаю, если бы он сказал 27-30 килограмм, то я дальше с ним беседу очень было тяжело вести. То есть это были, наверное, слезы, какие-то расстройства. С завтрашнего дня мы подключим продукты компании Гербалайф, которая является мировым экспертом в области сбалансированного питания на протяжении, представляешь себе, 40 лет. Вау, круто. Это миллионы результатов по всему миру за эти 40 лет. Класс. И я буду одной из них. Однозначно. Я уверен. Я очень рада тому, что я буду питаться продуктами компании Гербалайф. Первый продукт – это растительный напиток алоэ. Выглядит таким образом. Ой, круто. А для чего он? Он способствует запуску пищеварения с самого утра. Алоэ, алоэ. Ну, я видела такое растение, но что это такое, я не всем понимала. И следующий продукт – это травяной напиток. Он дает тонус, энергию. Ты будешь себя чувствовать бодрее на протяжении всего дня. Прикольно. Ну, интересно. Я надеюсь, что травяной напиток поможет мне заменить кофе и будет меня бодрить гораздо лучше, и я буду энергичнее. И главный продукт, основа программы снижения веса – это вот такой протеиновый коктейль «Формула-1». В его составе высококачественный белок, полезные жиры, необходимые углеводы, комплекс витаминов и минералов, и все это сбалансировано. Наташа, вот таким коктейлем протеиновым мы заменим два твоих приема пищи. Кроме этого, у тебя будет традиционный обед и два перекуса. Ну, мне надо жевать. Вот мне вот хочется утром жевать. Ну, я буду искать способы не прям совсем пить, а может быть с чем-то его перемешивать, сделать какие-то смузи более густые. Наташа, скажи, пожалуйста, а ты вечером любишь покушать? Да, это самое время, когда приходишь с работы, и именно, наверное, нажираешься по вечерам. Это одна из причин набора лишнего веса. Для того, чтобы исключить эту ситуацию у тебя, я включаю в твой рацион еще один продукт, называется он «Вечерний коктейль». В его составе есть комплекс витаминов, минералов, но, что очень важно, специальный ингредиент, который улучшает качество сна. Вот таким коктейлем ты будешь заменять свой вечерний прием пищи. Просто все в стакане, удобно, быстро. А теперь я расскажу, как мы будем работать с тобой с завтрашнего дня. Я вышлю тебе электронный дневник питания, в который ты будешь вносить все, что ты съела и выпила в течение дня, что позволит мне помогать корректировать твои привычки питания. Я люблю записывать по полочкам, но вот такие вещи, кажется, что, блин, ну, совсем тяжело. Наташа, и я добавлю тебя в специальный закрытый чат «Марафон о стройности», в котором участники делятся своими результатами, своими достижениями. В этом чате присутствует еще и дух соревнования. Скажи, пожалуйста, ты любишь соревноваться? Ой, я очень люблю соревноваться, меня это очень подстегивает. Ну, отлично, это полностью подходит для тебя. И мы стартуем. Ааа, супер! Первый день прошел, ну, наверное, не очень привычно, потому что начинался день с завтрака. Я пила коктейль. Очень удобно, что это очень быстро. Особенно мне понравился мой перекус – это батончики. Они очень вкусные, заменяют вообще любую сладость, мне кажется, и очень приятные. Помимо работы с персональным консультантом по питанию, очень важно также работать над своей физической формой. И в этом нашим героям помогает фитнес-эксперт Паша Сырешкин. Так, кто это у нас здесь такой тренируется? Что за самодеятельность? Тебе не хватает, куда выводить агрессию, да? Я так полагаю, в обычной жизни? Немножко, да, да. Ты пришла по адресу. Эту вещь мы оставим на десерт, а сегодня, да, сегодня у тебя будут замечательные, очень энергозатратные упражнения. На самом деле, несмотря на то, что он такой пушистенький, да, он кажется таким просто мягким мячиком. На самом деле, это тяжелый вес. 7 килограмм. Ловишь его и выкидываешь назад. То есть ты должна по инерции себя заворачивать и выкидываешь. Так, вот так. Два. Хорошо. У меня, к сожалению, не всегда получается следовать графику, которую мне составил консультант. Меня постоянно сдувается время завтрака и, соответственно, смещается все остальное. И еще я очень поздно ложусь спать. Как выяснилось, что сон очень сильно влияет на то, что задерживается вес. То есть пока нет нормального сна, пока нет нормального режима, вес начинает стоять. Баранбай с Наташей на связи 24 на 7 для того, чтобы поддержать ее в любой ситуации. Наташа, приветствую. Как дела? Ощущения стали намного лучше. Стала гораздо более бодрой, активной. Стала регулировать свой режим сна. И теперь я уже ложусь намного раньше. И это намного улучшило процесс снижения веса. В конце каждого месяца очень важно подвести итоги. Для того, чтобы наши герои понимали, что они делают правильно, а где допускают ошибки. Наташа, приветствую. Как дела? Привет. Хорошо, отлично дела. Я тебе звоню сказать, что у нас завершился первый месяц нашего проекта. И твой результат за первый месяц минус 7 килограммов, 200 граммов. Ты огромная молодец. Это большое достижение, с чем я тебя поздравляю. Я очень этому рада сама. И, конечно, не без тебя. Это действительно совместная работа. Ты огромный молодец. Один момент, который я хотел с тобой обсудить. Есть такое ощущение, что как будто ты себя недооцениваешь. Знаешь, вот недолюбливаешь себя. Да, согласна. Ты сказала, когда это говорят вслух, то ты понимаешь, что да, так и есть действительно. Завтра у тебя состоится встреча с человеком, который поможет тебе в решении этого вопроса. Круто. Ты меня заинтриговала очень сильно. Даже не могу себе представить, кто это будет. Я приехала по назначенному адресу, вокруг неимоверное количество различных помещений, зданий и чего там только не было. Как бы я ни кружилась вокруг своей оси, я не могла ткнуть пальцем и угадать, что со мной произойдет дальше. Привет! Привет! Наташ, я Алексей Игудин. Как солнышко лучезарное, как-то немножко меня согрело и чуть-чуть успокоило. Но ненадолго. Когда мы зашли, я поняла, что что-то связано с творчеством. Меня ждет. Итак, Наталья, ты находишься на выставке Вероники Ракошевич. Сегодня, как ты уже понимаешь, тебе нужно будет пройти то испытание, которое я для тебя приготовил. Ты станешь живой скульптурой при помощи боди-арт. Героине до сих пор мне нравится свое тело. Она считает себя некрасивой. Именно поэтому я сегодня предложил ей такое испытание. Я была шокирована. Знакомься, это Елена. Елена будет, как говорится в этом искусстве, писать на твоем теле. Жесть! А сейчас я хочу предложить тебе переодеться. Я вообще чуть не упала под тот стол. Ну, как-то вот очень смущает меня. Нужно попробовать. Прошу, переодевайся. Как только героиня ушла переодеваться, ее просто накрыли эмоции. Вот так вот. Нет у меня слов даже, как это описать. Из-за чего тебе хочется столкнуться? Ну, стыдно, неловко как-то, да. И что, меня будут люди смотреть? Ужас у меня в голове мелькал. Мелькали картинки, как я буду стоять. Ей было очень стыдно. И ей было крайне неудобно. Ух ты! Барабанная роща! А что с глазами? Да, немного радости я увидел, да? Все, работайте, не буду вам мешать. Я себя не могу принять. Не могу принять себя в принципе. Ну, вес не хочет от этого уходить. Он просто держится за меня и не хочет снижаться. Само ощущение, что вокруг много людей, и что, ну, это все равно будут видеть многие люди. Ну, это очень тяжело. Потому что, ну, это тот вид, который ты хотела, и ты понимаешь, что ты раскрываешь душ людям, но другого, наверное, не занимаешься. Ну, вокруг люди очень уважительно относились, очень спокойно. И меня это расслабило немножко. Ну, конечно, внутри все равно эта буря эмоций, она была. Мне казалось, что уже вот самое страшное, это вот я вышла в белье и все. Ну, метод-то было. Вот здорово! Очень интересно. Леночка, я вас благодарю, спасибо большое за ваше творчество. Она уже как бы была внутренне готова к тому, что все, все закончилось, но нет. А закончилась лишь первая часть испытания, и ее ждал очередной сюрприз. Итак, я сейчас приглашу посетителей пройти в этот зал для того, чтобы насладиться твоей красотой. И, конечно, тогда она меня нахлыла куча эмоций, которые я просто не могла сдержать. Здрасте. Здрасте. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Ей было стыдно, ей было неудобно, ей было некомфортно. Она вот чувствовала, как будто ее что-то вот реально заставляют делать, а именно то, что она не хочет. Что скажете? Ну, очень интересно, но вот, как на мой взгляд, модели бы не помешало немножко себя форму привести. Внутри была такая буря эмоций, появлялись слезы от того, что я ничего не могу сделать, потому что это люди, это их мнение, и они не виноваты в этом никоим образом. Мне кажется, девушка очень смелая и дешево молодец. Были женщины, которые так, ну, подбадривали, понимая, что, наверное, это не очень комфортно. Девушка, у вас все прекрасно. Да. Вы прекрасны. И вам все завидуют. Хочется быть каким-то, ну, объектом вожделения, объектом восхищения для мужчин и зависти для женщин. Тут, ну, о тебе говорят такие неприятные тебе вещи, то есть, которые ты сам видишь, осознаешь, и это очень расстраивало, очень пугало, потому что, ну, хочется чего-то другого. Ты на верном пути, ты худеешь, ты стройнеешь, но всегда наслаждайся теми моментами, которые дарят тебе жизнь. И не обращай внимания на какие-то пустяки. Ты вот такая, ты все равно будешь лучше, если ты только не остановишься. Но наслаждайся тем, какая ты есть сейчас. Потому что, если уж ты не будешь себя любить, никто другой тебя не полюбит. Все для нее закончилось, и я очень надеюсь и верю, что она примет себя такой, какая она есть. И она будет и радоваться своему телу, и гордиться. Начался второй месяц проекта. И Баранбай продолжает делиться с Наташей секретами правильного питания. Баранбай, я так хочу чего-нибудь вкусненького. Хочется прям каких-то неожиданных вкусов. Есть вкусненькое и разненькое, и полезное при этом. Вот я тебе отправлю в электронном виде такую книгу рецептов. Называется «Азбука вкусов». Вот если найдешь массу полезных рецептов, и сможешь разнообразить свое меню. Ну прям первая картинка уже говорит о том, что это будет что-то прям вау, сверх вкусно. В начале второго месяца Наташа повредила ногу. Ну и, конечно же, она решила сообщить об этом Паше. Привет, Паша. Привет, Наташа. Как дела? Ой, не очень. Прогнировала ногу и расстроенных чувствах. Не знаю, как дальше буду заниматься. У нас есть еще верхняя часть туловища, и проблема. Вы проработали классические упражнения. В конце второго месяца Наташа почувствовала изменения. Я уже два месяца в проекте, уже многое позади. Конечно, еще путь предстоит достаточно длинный. Но я могу сказать уже, что появилась уверенность. Я уже намного больше нравлюсь себе. И отношения с мужем, ощущения, все это возвращается на круги своя. Это очень важно. Сегодня я приехала на встречу с Машей. Как обычно, ждала подвох. Но первое впечатление было просто вау. Я офигела. Что это? Пи***ть. Что будет? Вот пока ты в шоке, пойдем. Я тебе покажу, что будет. Наблюдая за Наташей вот уже два месяца, меня не покидает желание переодеть ее и изменить ее стиль. Показать ей, как она может выглядеть. Наташа, знакомься. Это моя команда. Сегодня они подготовили для тебя три образа, в каждом из которых ты должна будешь выйти на подиум. Вместе со мной за испытанием будет наблюдать Наташин муж Максим. Меня стали переодевать. Я увидела свой образ в зеркале, но мне было непривычно. Верхняя куртка не совсем мой вариант. Литочка у меня всегда ассоциировалась с тачкой и лопатой. Не знаю почему. Я к этой одежде даже бы не притронулась. Для того, чтобы Наташа смогла красиво пройти по подиуму, Паша проводит для нее мастер-класс. И раз, два, точка. Правая нога, шаг вперед. Поворот. Раз, два, три. С правой ноги уходим. Уходим. Не смотрела, не держала точку. Взгляд полностью вперед. Глаза не бегают. Все должны на тебя смотреть, а не ты на низ. Первый образ современный, стильный и актуальный. Он отлично подходит нашей героине. В нем она может отправиться как на работу, так и на свидание с мужем. Блин, я спотыкалась бесконечно. Это просто был трендец. У меня был каждую секунду страх, что я сейчас ебнусь. По-другому я даже не могу сказать. Шла и думала, сейчас я либо уеду в этих сапожках, либо сапожки уедут без меня. Это просто было вообще трэш. Наташа допустила пару ошибок. Но в конце концов ей удалось пронести этот образ на подиуме. Мы с Максимом очень ждали следующий Наташин выход. Меня стали преображать. Сразу было непонятно, что со мной будет. Когда переодели, тогда, конечно, я поняла, что да, это очень клевый стиль. Хоть я всегда отрицала спортивные штаны, одежду, но это клево. Второй образ – это спортшик. Мы смешали спортивные джоггеры, классическую блузку, а за счет обуви добавили яркий процент. Для Наташи подобный образ новаторский. Она никогда не носила спортивные вещи, хотя ее муж постоянно об этом ее просит. Она привыкла к каким-то классическим устаревшим фасонам, и в данный момент она выходит из зоны комфорта. Как тебе образ? Как ты себя ощущаешь? Мне нравится, что здесь есть классические элементы и есть спортивные. Максим! Лично мне так намного больше нравится. Мне кажется, это и удобнее Наташи. И, конечно же, наконец-то меня услышали. Ну, хоть что-то спортивное, вот, одели, и ей самой удобно и классно выглядит. Молодец. Переодевайся в третий. Меня стали преображать. Я думала, будет какое-то вечернее платье, что-нибудь такое. А этот же третий образ. Во! Все-таки голая, почти вы, это надо знать. Я же знала, что будет под воду. Я не могу, все хорошо, я прекрасна. Да. Ох, как интересные слова. Наконец-то, наконец-то. Сейчас я буду плакать, тихо, подождите, как вы все уходите. Я надеюсь, что только слезы от счастья. Это от счастья, да? Это от радости. Класс! В какой-то момент у меня потекли слезы радости, потому что я, ну, увидела, какой я могу быть, что я реально, ну, красотка, что у меня прекрасное лицо. Я офигенная, охрененная, ну, клевая реально. Ну, и осознание пришло, что вот надо быть такой всегда, и я такой могу быть. Это показатель того, что она готова идти дальше, что она приняла себя и свое тело и готова меняться. Это то, чего я хотела добиться. На мой взгляд, третий выход – это возвращение Наташи к себе, к той зажигалочке, которой она была до трагедии, которая произошла в ее жизни. Как тебе самой образ? Мне очень нравится. Ну, конечно, непривычно, но он того стоит. Наташ, ты достигла потрясающего результата на данный момент. У тебя впереди месяц полноценной работы, и ты знаешь, чего ты хочешь. Я хочу тебе сказать, что ты большая молодец, потому что сегодня ты ходила, как настоящая модель. Я убеждена, что на финале все пройдет так, как надо. Два месяца назад это было реально унылое ***. Оно тусклое, безжизненное. Ну, нет ни эмоций, ничего, их просто надо вытаскивать. А сейчас как-то, ну, мне спокойнее, мне проще, мне не страшно. Работа над снижением веса продолжается. Для Наташи сейчас очень важно собраться и сделать этот последний рывок, для того, чтобы добиться наилучшего результата. Мне очень понравился вечерний коктейль. Понравился на тем, что у него нет никаких дополнительных лишних запахов. Я очень баловалась разными рецептами, мне очень понравилось. Вечерний коктейль рулит. За время проекта Наташа полюбила спорт. И с каждым разом упражнения стали даваться ей все легче и легче. Наташа, значит, смотри, это упражнение, оно на ловкость, реакцию, координацию. Все те качества, которые мы ценим, культивируем и развиваем на нашем проекте. Ты бросаешь одну руку и ловишь другую. Оп, да. Просто побросай. За время в проекте Наташа изменилась. И с каждым днем она это замечает все больше и больше. Уже три месяца подходит к концу. Я очень сильно поменялась. Поменялась как внешне, так и внутренне. Во мне появилась куча энергии. Прям перевернули мой мир с ног на голову. И зажглась именно та самая искорка, которой мне не хватало. Наши герои по-разному реагируют на окончание проекта. Кто-то устал и хочет поскорее все закончить. А для кого-то это становится действительно грустным моментом. Грустно, потому что все подходит к концу. Сразу было страшно от неизвестного. А теперь грустно от того, что все заканчивается. Проделан очень длинный путь. Очень многое произошло. Я благодарна каждому, кто поучаствовал в моем таком становлении, возвращении меня. Спасибо огромное, ребята. Мы сделали очень много. Привет, иду на финал. Как обычно, везде опаздываю. Очень сильно волнуюсь. Пока ехала, безумно рыдала. Очень волнительно. Понимаю, что грустно прощаться со своими любимыми волосами, которые никогда не менялись в моей жизни. Все. Как-то так. Я уже на месте. Пойми, этот мир только наш. И для нас. Откройся бы жаново. Пусть обо. Добрый день. Вот и прошли три месяца проекта для Наташи. Кстати, в проект она пришла крайне неуверенной в себе девушкой, у которой погас внутренний огонь. И в себе ее устраивали лишь волосы и лицо. Зато во время проекта у нее появился блеск в глазах и огонь в сердце. Кстати, она очень сильно преобразилась. Я выхожу из машины, мне подают руку. И мне очень-очень хотелось себя уже увидеть. Был очень удивлен ее. И наряды, преображения мне очень понравилось. Как будто я увидела совершенно другого человека. Наташа, ты выглядишь с ног шибательно. Спасибо. Как твои ощущения? Очень волнуюсь. Ты готова на себя посмотреть? Ну да. Прекрасно. Опускаем зеркало. Меня зовут Наталья. И я заедаю стресс. Скажи, пожалуйста, какой у тебя вес и рост? Мне не хочется об этом разговаривать. Смотри своему страху в глаза. Очень хотелось плакать. Безумно просто. Из-за чего тебе хочется плакать? Ну, стыдно, неловко как-то, да. Героине до сих пор не нравится свое тело. Я себя не могу принять. Я хочу тебе сказать, что ты большая молодец, потому что сегодня ты ходила как настоящая модель. Это не я. А, это не ты, Наташа? Наташа? Наташа, где Наташа? Где-то там. Да нет, не где-то вот там, а где-то вот здесь. Красивая. Не знаю, я не я, но красивая. Это превзошло все мои ожидания. То есть это в разы лучше. Я такая, я такой могу быть. И мне не надо прикладывать огромные усилия для того, чтобы быть настолько восхитительной. Водушевленная, уверенная в себе, сияющая. Это был для нее реально приятный сюрприз. Вот тот образ, который она увидела и ожидала. Вообще вау. До сих пор не могу понять, что это я. Нам пора раскрыть еще одну интригу проекта. А для этого нам понадобится твой консультант по питанию. Баранбай на связи. Наташа, три месяца проекта позади. И наступил тот момент, когда мы должны подводить итоги. Ты следовала всем моим рекомендациям, планам питания, преодолевала все эти сложности, с которыми столкнулась. На сегодня твой вес составляет 67 килограммов 300 граммов. И общее снижение веса составило у тебя 16 килограммов 200 граммов. Супер. Это потрясающе. Я очень рад за тебя. Молодец. За три месяца проекта я похудела так, как никогда бы ни с кем не смогла бы похудеть. Потому что и продукт, и консультанты, и вся поддержка, которая у меня была. Реально огромная просто вещь. Даже если я бы и смогла достичь такого же результата, я думаю, это было бы года полтора. Последний раз я ее видел в таком весе лет пять назад. Но она и так была красивая, теперь она еще красивее. Спасибо огромное, Баранбай. Мне очень понравилась с тобой работа. Какие-то моменты были, что опускались руки, ты был рядом. Спасибо тебе огромное. Я готов тебя поддерживать и сопровождать дальше. А сейчас я оставляю тебя для того, чтобы ты могла наслаждаться своей минутой славы. Сегодня ты звезда. Она начала себя вести более игриво, занялась спортом более активно. Мне нравится вот эта часть особенно. Наташ, ты удивительная. Я безумно горжусь теми переменами, которые произошли в тебе. Но еще больше я горжусь твоей смелостью пойти на эти перемены. И я уверена, что дальше будет только лучше и больше. Спасибо, Маш. Поздравляю тебя. Спасибо огромное. Я другая. Это действительно так. Я чувствую тот огонек, который я хотела, чтобы во мне зажгли. Меня не просто зажгли, меня раздули в разные стороны. Огонь пылает ярким пламенем. Мне кажется, это так. Я очень рада всему тому, что увидела в зеркале. И это я. Я клевая. Я потрясающая. Потрясающе. Я готовилась, ехала пока в машине и кричала, что я самая-самая классная. И я увидела, что действительно так и есть. Я выгляжу прекрасно. И все благодаря вам и проекту. Спасибо огромное. Да я тебя обниму. Все изменилось. Изменилась я. Изменилась моя подача. Изменились мои ощущения. И все меняется и подстраивается под то, какая я сейчас. В мае поменялась фигура, лицо и волосы. А осталось прежним ноги и голова. Тебя же пришли поздравить не только мы, а также твои близкие и родственники. Ребят, давайте на сцену. Вы смотрели проект «Галерея красоты». Подписывайтесь на наш YouTube и Instagram. Три месяца назад Наташа пришла к нам очень зажатой, забитой девушкой, которая потеряла вкус к жизни. Сейчас же на этой сцене я вижу очень яркую и интересную женщину, которая наслаждается жизнью и наслаждается собой. Я реально чувствую, что я пылаю, и я наконец-то могу себе позволить это показать. Я не как раньше это все держала в себе и только представляла в голове, что я буду там скакать, баловаться, кружиться или что-то такое. Я теперь это делаю на самом деле.